Вы помните, кто сказал эти слова? Господь Иисус, да? Господь Иисус. Иисус Христос был заинтересован в том, что говорят люди о Нем. Для Него это было важно. Он мог сказать, что Он заинтересован только в том, что говорит Господь о Нем. Много раз мы можем сказать, что не важно, что говорят люди, главное, что говорит Господь о Нем. И экспрессия, которую мы используем, что Господь смотрит на сердце, а не на человек. И это правда, что Господь смотрит в сердце. Если Он видит, что есть нужда в каком-то изменении, Он изменяет. Те изменения, которые происходят в сердце, которые Он делает сердцем, они видны и снаружи. Поэтому Он интересовал не только в том, что говорит Господь, но также в том, что думают и люди. Потому что Он пришел на землю с одной целью. И это цель, чтобы спасать человечество. И если бы люди не были впечатлены им, тогда цель была потеряна. Он пришел и сделал все возможное для того, чтобы люди распознали и приняли Его как Спасителя, как Сына Божьего. Если они не верили в Него как Сына Божьего, они не могли спасти. То есть, в том, что он сделал, он всегда имел перед собой цель, для которой он пришел сюда. И для него было важно знать, что о Нем говорят люди. И тогда он спросил учеников, как вы думаете, и кто я есть. Суммем и мы интересны в том, что говорят люди о нас, как о Народе Божьем. Вы думаете, это важно? Что думают люди о нас? Да? Настолько же важно, сколько думает Господь о нас. Так как Господь послал Иисуса Христа в мир, чтобы спасти Его. Настолько же нас, Он видит в этом мире как инструменты для того, чтобы мы могли спасать. Для того, чтобы мы были инструментами для спасения этого мира. В конце своей миссии Иисус Христос сказал, И я прославил тебя на земле. И я прославил тебя на земле. И я закончил работа. И теперь прославь меня у себя, Господи. И у нас есть работа. И мы должны уметь сказать и завершить эту работу. Да, и мы должны тоже сказать, чтобы мы могли сказать, чтобы мы закончили работа. Какова наша работа? Какова наша работа? Давайте прочитаем в Библии. Библии. Спуне в Антит Петру 2,9. В Старова Епитра, 2,9. Вой, инсу, суставе о семинѣе олеаса, о преоѣе фпороѣаѣа, у неам свѣѣ, у попор, спуне в англазе, в романеѣіѣе, peculiar, adică deosebit, pe care Dumnezeu și-l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți putерile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Peculiar. Diferit, deosebit, da? Am aici o definiție a cuvântului peculiar. Neobișnuit, distinct, adică diferit de alții, sau ceva care aparține specific unei persoane, sau unui grup ceva care este special și unic. Dumnezeu ne-a chemat pe noi să fim un popor deosebit ca să vestim prin această deosebire puterile lui Dumnezeu. Deci, în tot ceea ce facem avem o misiune și aceasta este să vestim nu capacitățile noastre ci capacitățile lui Dumnezeu. care îi disting de alte grupuri. care îi disting de ceilalți care sunt în răstăurant. Când ești client la McDonald's, nu că o recomand, dar dacă ești client la McDonald's, te uiți în jur și știi care este să te angajat la McDonald's. Pentru că are o uniformă și sunt obligați să o poartă. Pompierii au de asemenea o uniformă. Nu poți să devii pompier dacă nu ești de acord să porți uniforma lor. Și nu poți fi pompier dacă nu reziști în căldura pe care o face acest costum. Și doctorul trebuie să aibă o uniformă specifică. Până și motocicliștii Harley-Davidson au și ei o uniformă ca să se deosebească de alte grupuri de motocicliști. Poliția de asemenea are o uniformă. Și poliția are uniformă. Dacă polițaiul nu este îmbrăcat în uniformă nu te poate amenda. Oamenii de afaceri au o anumită uniformă. Soldații în armată. Culturile oamenii de diferite culturi au uniformă specifică. Ar trebui și oamenii religioși să aibă o uniformă. Adică un fel de îmbrăcăminte care să reprezinte ceva. Cred că religiile sunt unice grupări sau grupuri care sunt în impune un fel de îmbrăcăminte. de îmbrăcământă. Adică, care sunt slabe în pentru să 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 îmbrăcământă un uniformă. Fiecare dintre grupurile amintite au un anumit scop de atins. Ei vor să propage ceva, să dea un mesaj și vor să influențeze pe oameni să devină ca ei. Întrebarea este poți face parte dintr-un grup fără să-i respecti codul. Poți face parte dintr-un grup să spui eu mă angajez la McDonald's dar eu nu vreau să port uniformă. Eu vreau să fiu pompier dar nu vreau să mă îmbrac cu uniforma pompierilor. Vreau să fiu polițai dar nu vreau să port uniforma polițailor. Putem face lucrul acesta? Deci grupul are un cod și atunci când devii parte din acest grup semnezi un document prin care spui că ești de acord cu condițiile. Când te stupa și vreau să în grupul în momentul în care renunți la acele condiții ești automat exclus din grupul respectiv. Când noi ne botezăm în biserică de asemenea facem o mărturisire de credință. Facem o mărturisire de credință. Și suntem de acord cu codul bisericii. Din nefericire de multe ori renunțăm, călcăm acest cod și astăzi mai mult ca niciodată se face acest lucru pentru că nu sunt consecințe în urma călcării acestor coduri. Cu alte cuvinte, întotdeauna găsim scuze atunci când pastorul sau conducătorul de adunare ne atrage atenția la îmbrăcămintea noastră. și scuze pe care o folosim de cele mai multe ori este că Dumnezeu nu se uita la exterior ci se uita la inimă. și îmbrăcământi călă îmbrăcământi călă unifărmă sau apărînța fiecare grup corespunde sluși pe care o fac. De ce pompierii au acea uniformă grea și groasă? Și cască, și mânuș, și cizme. De ce o această uniformă? De obicei când ești în jurul focului îi simți nevoia să te dezbraci, nu să te îmbraci. Dar pompierii cu cât e focul mai mare cu atât se îmbracă mai gros. De ce? Dacă ei nu respectă codul îmbrăcăminții, se află în pericol ei și cei pe care s-au dus să-i salveze. Dacă noi ca biserică fiind chemați să salvăm pe oameni, noi facem excepții în ce privește respectarea codului ne aflăm în pericol să ne pierdem noi înșine și să se pierdă și cei pentru care suntem aici să-i salvăm. și în final cu ce rămâne? Când va veni Domnul Iisus îi vom spune nu am predicat noi cuvântul tău nu ai mâncat tu la mesele noastre și el ne va spune și vom fi surprinși care este slujba noastră? Este să vestim puterile celui care ne-a chemat în alte traduceri spune să vestim virtuțile celui care ne-a chemat virtuțile înseamnă capacitățile caracteristicile noi prizvăm să arătăm ce avem noi ci ce are Dumnezeu noi suntem trimiși ambasadori dacă priviți în definiția ambasador și apostol definiția ambasador în dicționarul secular și în cuvântul apostol în dicționarul religios o să abieșnă abieștinția slova posol în slovarie o să vedeți că definițiile sunt foarte asemănătoare cu care cuvântul în o persoană este un ofițer diplomatic de rank înalt который призван и на него возлагаются обязанности представлять государство и авторитет. Фелл, в который этот амбасадор себя ведет, этот человек, он представляет так свою страну. Если он не представляет интересы своей страны, он не может быть амбасадор. Мы как апостолы, мы посланы царем царей, в этот мир временно. Мы, дипломаты, Самого высокого правительства, которое есть Если мы пытаемся представить царя царей Мы не можем, нас не могут распознать как его послов Быть послом, это привилегия или же ига? Как вы считаете? Когда человек называет послом какой-либо страны, это самое великое преимущество Как бы вы себя чувствовали, если бы вы были посланы как послы или апостолы неба? Как вы считаете, это честь или же ига? Что вы считаете? Да, да, я говорю сейчас об иге которая утомляет Да, что это? Что это? Что это? Оноаре или о поваре опасное, обосное? Что бы вы выбрали? Честь или же ига которая тебя очень ослабляет и тебе очень тяжело от него становятся? Оноаре, да? Честь, правда? Если мы даже представим самая высокая правительство И если мы представим самая высокая правительство Потому что если Господь нам говорит представить его одним образом Почему мы иногда говорим? Это слишком тяжело от этого? Это слишком тяжело от этого? Это слишком тяжело от этого? О, да, это, это я не смогу сделать это? И часто мы очень жалуемся, что жизнь христианина очень тяжело для того, чтобы полностью исполнять ее Но я бы хотел сказать, что если бы у вас земное правительство призвало быть послом определенной страны Но мы представляем царя царей Луи Тимофей Павел Павел Пишет Павел Пишет И перед Христом и Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом Доброе заповедание завещеваю тебе Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно Даже до явления Господа нашего Иисуса Христа Которого в свое время откроет блаженный и единый сильный царь царствующих и Господь господствующих Единый имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете Которого никто из людей не видел и видеть не может Ему честь держава вечная Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно Папа Пешет Папа Пешет Папа Пешет Папа Пешет 1 Коринфburят 4 Nовор sketch Амértни 0 0 100 И 1990 Потому что мы сделали спазорище для мира и для ангелов и людей. В русском говорится позорище для мира, а в романском говорится как привелище. Я не знаю, это по-моему два разного слова. В другом послании апостол Павел говорит, что мы как... Письмо открыта, да, открыта книга. И люди читают ее. Стабилим, кто есть кто, в зависимости от человека, который служит. В обязанностях того человека, которому служишь. По временам, пына и сегодня, фактически, animalелор, ли се пуне о етихете для уреки. Животным ставят бирка на ухо. Чтобы они не смешивались с другими стадами. В Библии, в Библии, сервилор, слугам, ли се фацеа у анумита гаура на уреке, для того чтобы они могли быть распознаны, как как господин они принадлежат. И в Эксодом 5, 2. В Эксодом 5, 2. Фараон, который не-лкнеште, сказал, «Ки не ест Домнол, чтобы слушать ласу Луи?» «Ки не ест Домнол, чтобы слушать ласу Луи?» Люди не знают Господа, и мы были посланы как представители его. Мы не читаем все стихи, но в числах Господь призывает Израиля Са аиба на колцуре бешминтелор чукур. О, что-то, как франжур. Колокольчики. Господь призывает, чтобы у народа его на ногах, возле ступни были колокольчики. И на краю одежды была синяя лента. И говорится, что эту синюю ничь на силе, чтобы помнить из-за поведения Божьих и чтобы это различало их от остальных народов. В Духе Пророчисхэм, в Тестимонис, в Тестимонис, в Том 3, спуне, что реформа в обракамите есть для нас сегодня то, что было тагалубая ничь для народа израильского. То есть, скопы для чего народа израильский на силу голубой это было бы не отличать их от других народов чтобы они не смешали с этими народами и чтобы напоминать их за поведения Божьих. Для нас сегодня эта голубая ничь является реформа в одежде. Еще раз вам повторяю это правда, что Господь смотрит в сердце. Когда ему есть что изменить в сердце, он изменяет. Но это будет видно где? Это будет видно снаружи. И омени, которые не читают в сердце, они могут видеть, что мы особенный народ. Но если мы выглядим так же, как и мир, у людей не будет желания или нужды для того, чтобы они пришли в народ Божий, потому что они не будут видеть никакой разницы. И они говорят, что если Господь не изменил в течение 20 лет, как они будут изменять? Если они видят это и говорят, что Господь не изменил ее в течение 20 лет, как же Он изменит меня? Почему Господь хочет, чтобы сегодня произошла реформа в одежде? В течение 1-е говорится следующее. Они должны сохранять самые высокие требования перед Господом. и чтобы они избегали смешания с народами. Но и для того, чтобы у них было физическое и моральное здоровье. Далее говорится. Почему Господь хочет, чтобы мы соблюдали эти правила в одежде? Чтобы мы могли помнить о его заповедях? Чтобы мы отличались от мира? Но и для того, чтобы сохранить себя физическое и моральное здоровье. Далее говорится. Попору Бога, в большинстве своем, он потерял эту особенность. И са моделат в мир. Са обращался с миром. И это не нравится Господом. Почему Господь просит нас, чтобы мы сделали реформу? Су патру причины. Са не помните нам о том, к чему мы призваны. Са не distинге от других. Для физического здоровья. Для физического здоровья и морального здоровья. Это свидетельство для молодежи. Пагина 346 в лимбе англезе. Страница 346, наверное, это страница оригинала. Это страница. То как мы выглядим снаружи. Это, в большинстве случаев, указатель на наш ум. То есть, люди не видят наш ум. Они видят нашу одежду. и расчет, да? а не указать на нашу мозгу то есть когда вы видите по-у-надца или по-у-надца расчет сензуал когда вы видите расчет сензуал если вы видите парни или девушка одетая вызывающие в какой результат ты приезжаешь? в каком уровне ты приходишь ты? почему она так делала? С какой целью? чтобы привлечь внимание для того чтобы привлечь внимание к физической красоте и для того чтобы спровоцировать противоположный пол к чувствам каким-то что для женщины ее защита это ее скромность то есть что вы имеете в виду когда говорите защита? вы знаете что сегодня есть очень много несчастей в мире рапири виолы агрессивность агрессии как вы думаете как вы думаете какая есть самая лучшая защита и как она может себя ограничить от атаки мужского населения? ну да если девушки очень вызывающие одеваются если девушки очень вызывающие одеваются боецей будут действительно вызваны на это то есть будут спровоцированы и если что-то происходит у них не должно быть никаких извинений потому что они спровоцировали это чувство у ребят что-то лучшее защита у девушек это скромность агрессивность то есть я вижу что-то, что я дуя по каше как я служу вопрос, который мы должны задать лично каждый себе В первую очередь это, или особенным случаем является то, когда мы идем покупать себе одежду. Что мы должны задать себе, первое вопрос, это что эта одежда скажет обо мне? Помните, я, наверное, уже говорил это здесь. Сустры нам говорят, что иногда, когда они ходят по магазине, или даже по улице, другие девушки подходят к ней и говорят, ты христианка? Да, и сура спрашивает, да, как ты узнала, как ты догадалась? А, так, как ты одеваешься? Другие, в других случаях, женщины говорят другим женщинам, о, я христианка, она смотрит на нее и говорит, серьезно? Дин какой группа вреттся, в какой части, или каким людям вы хотите принадлежать? Дин чеи, которые рекомендуют, что они христиане, или те, которые думают, что они христиане, которые не верят, что они христиане. Верят. Наши слова, наши действия, мы призваны собирать вместе с Христом, они живые проповедники. Ну, не разточать. Мы призваны собирать вместе с Христом, но не разточать. Ну, давайте пройдем далее. Не хочу, чтобы вы уставали. Мы здесь, для того, чтобы что-то представить. И то, что мы представим, это характер Господа. Как вы думаете, кто сегодня создает моду? М player? М personnes. М Gray from Italy. С winter. И говорит что проповедники. И говорите, Дух Проводческий, что он делает для того, чтобы сестры не имели время для важных вещей. Чтобы она сидела перед зеркалом очень долгое время. А также Дух Проводческий говорит нам о вещах, которые очень обтягивают наше тело, которые ограничат наше дыхание, и они показывают слишком много формы. Дух Проводческий, как сегодняшняя одежда, боец и они нужны для того, чтобы понять, что находится под определенной одеждой. Как мы понимаем или как мы видим, что одежда очень обтянута, то есть слишком обтягивающая. Если парень одевает пару штанов, и нам очень тяжело их натягивать на себя. Это слишком узкие штаны. Пожалуйста, оденьте другие штаны лучше. Когда платье или блузка очень тесная, она маленькая, и если когда девушка одевает это, и вам очень сложно натягивать ее на себя, она слишком обтягивающая. И это нездоровая практика. Нездоровая и непрактичная. Бун, давайте переходим на следующий пункт. Следующий пункт. Деотероном, капитал 22,5. Сигурно, что вам понравится этот текст. Я уверен, что вам понравится этот текст. Деотероном, капитал 22,5. Деотероном, капитал 22,5. Ибо мерзок перед Господом Богом твоим всякий делающий сие. Знаете, к чему я веду все это? Особенно к чему. Да, я говорю о девушке, которая носит брюки, штаны или же мужчина, которая носит женское платье. Особенно, чтобы ребяты не носили платье. Да? Убки. Существует ли вы? Да. Да? Да. Дече рыдете? Как вы думаете, как бы это реагировали девушке, если, например, закончил эту службу? Существует ли вы, ребяты, переделись бы в юбки. Что вы сказали? Ха? Помод. Помод, да? Да. Май рэкоаре, да. Май рэкоаре, да. Саерисеще тоту. Да. Мы слишком привыкли тому, что девушки носят станы. У меня была возможность исследовать много эту тему. У нас есть одежда, которая может быть одета и мужчины, и женщины, и женщины. У нас есть одежда, которую могут носить мужчины и женщины. Это было нечто, что продвинуло грех в Содоме и Гаморе. Ношение длинных волос мужчинами и короткие волосы женщин. И у нас есть одежда, которые помогают женщины и женщины, которые помогают продвинулся грех в Содоме и Гаморе. Когда идешь по улице, и ты не знаешь, как обратиться к тому, что впереди. Ты просто не можешь осознать до конца, это мужчина или женщина. Они так же себя ведут и так же одеваются. Многие говорят, о, это же женские штаны. И я говорю, о, где я знаю? А как мне понять? И говорят, о, а, панталоны барбатилор се вкат динспре стынга спре дреапта и а фемейлор динспре дреапта спре стынга. То есть получается, что мужские штаны затягиваются слева направо, а женские штаны справа налево. О, большая разница. Это сразу же можно увидеть издалека. Да? Сау, настурели на барбате, негры на фемейлор. Настурели. А, то есть, пуговицы у мужчин черные, а у женщин белые. Дорогие мои, где бы ни были в мире, когда вы идете в туалет, вы знаете, что это для барбата и для женщин? Вы сразу знаете, где мужские штаны, а где женские. Как вы это распознаете? Потому что, на барбате, а, да, после настуры, да? После настуры, негры. То есть, у мужчин. То есть, крук. Меньги. Дово бетет. Две руки. Валя, у мужчин. И тулевишин? И два бетет. Валя, вдоль, ажа парале, ну? И две ноги. Валя, у женщина. У женщины это круг, туловище, голова, треугольник, и две такие маленькие палочки. Думаю, если мы говорим, что без разницы, как мы одеваемся, то есть, получается, без разницы, в какой туалет мы ходим. Мы можем пойти либо в женский, либо в мужской. Как вы думаете, девушки, вам это понравится? Вы бы хотели пойти в мужской туалет? Душ, душ, душ. Баи, в романе, баи, то есть, в туалет. Да, в туалет. Пойдете? Не, не, почему, если у женщины одинаковые знаки, как мужчина, так и для женщины? Там не видны пуговицы. Там не видны, с какой стороны открываются и закрываются штаны, то есть, как поддеваются. Вы не поверите, потому что вы знаете, как выглядит женщина. Да? Правда? Почему бы нам это не делать, когда мы идем по улице, чтобы быть разными? Сора White коментея, сестра White коментирует относительно американского костюма. Американский костюм состоял из штанов. Кам три сферт-ури. Три четверти. И, по-де-асупра, у него был халат. И, сверху, был халат? Пиджак, накидка, не знаю. У халат, который подходит механические, например, которые работают. Да, кунаст. Да, кунаст. Наверное, какая-то пуговая, я не знаю. Он говорит, что механики, которые, механики ее носят эту одежду. И, сестра White говорит, что этот костюм, он аморален. Потому что она открывала частей тела, которая не должна быть показана. Возвращайтесь, что сейчас, когда все все видят. Возвращайтесь, что вы сказали, Лена Вайт, если... Когда не увидели что творится сейчас, когда показаны практически все. И, сегодня, штаны, они очень обтягивают женское тело. Уйта-с, что спуне айти, в vol. 1, в Мертуре. Смотрите, что здесь говорится в первом томе святелства. Наблюдается возрастающая тенденция, Что женщины одеваются, Са арате, как это возможно, больше, Чтобы она выглядела, насколько возможно, как противоположный пол. А здесь говорится не точно так же, как они. Очень, очень похожа на другое. То есть получается только закрывается по-другому. И говорится, что эта схожасть И именно эта схожасть называется Господом, как мерзость. То есть не говорится, о, если ты только оденешь штаны мужа, Или это его брата, Или же штаны, или другую одежду, Которые очень похожи на их одежду. Это мерзость перед Господом. Я знаю, что сейчас, в современном обществе, Это не так уж и просто. И поэтому, для того, чтобы воспитать наши штаны в церкви наших детей, Са-и инкоражем, Для того, чтобы их ободрить, Са-и ажутам са-и ажутам са-и ажутам са-и адеваратул мотив, Пенту-каре, ну, не эмбракам оручум. И показать настоящую причину, почему мы не одеваемся именно так. Мой девочки, мое дочери, 14 лет. Не обидел, никогда не купил pantалоны. Брат говорит о том, что она никогда в жизни не носила штаны, И отец ей, то есть, Адреан, никогда не покупал ей. Иностранное, не было очень тяжело идти с этим принципом. И, более всего, когда молодежь видит другую молодежь. Но мы, как родители, избрали, Са-и ажутам, Са-и ажутам так, как есть в нашем доме, Са-и ажутам са-и адевалась подобающим. Я бы не хотел, чтобы вы одевались так, как нужно, из-за собственных амбиций. Но я бы хотел, чтобы вы поняли настоящую причину, почему вы это делаете. И потому что вы являетесь посланниками. И представляете царя царей. Я встречал таких людей, которые говорили, что нет разницы между нами и другими конфесиями, то есть, религией. И то, как мы выглядим, оно может являться правдой. И вы, как молодежь, иногда не понимаете, насколько тяжело работа пастера. Потому что мы остаемся без каких-либо аргументов. Потому что, когда мы знаем, что в нашей церкви, что в нашей церкви, молодежи точно так же выглядят и так же, как и в других, религиозных конфесиях. Существует много вещей, которые не записаны в Библии. Потому что многие говорят, что в Библии не написаны, не курят. А, что это не написано в Библии. И даже это не написано в Библии. Но есть ли это написано в Библии. И, в 1 Коринфянам, 11, 14 и 15. 1 Коринфянам, 11 глава, 14 и 15. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него? Ну, как говорится? Да, как говорится? Ва инвація, что? Натуре? Да. Натуре, да? Да. То есть, получается, это не натурально. Существует, что это не натурально. То есть, получается, что это не натурально. Но ты приводите на природу учителя. Что это не натурально. Это не натурально. Существует о том, чтобы муж не хотят, чтобы они нет нижней. Но это может быть в любви, как все абсолютно вещи. А, в природы учителей. что наше естество нам говорит, что нам не нужно поступать определенным образом. Это может относиться и к туфлям. Здесь обращается внимание на высокие каблуки, особенно для девушек. Но если мы будем говорить о волосах, Библия рекомендует, что у мужчины были короткие волосы, а у женщины были длинные волосы. Не просто длинные, но и ухоженные. Волосы должны быть скромен, уложен и чист. Но в некоторых странах, они специально это не делают. Я помню, в наше время, когда мы были молодыми, если мы просыпали с дыбленными волосами с утра, мы делали особенные усилия для того, чтобы их прилизать обратно. И сегодня же люди просыпаются или ребята просыпаются с взърошенным волосом. И когда они смотрят в зеркало, они еще больше его взърошивают, этот волос. Они тратят огромное количество денег на гель не для того, чтобы уложить волосы, для того, чтобы его... Как бы вам это понравилось, если бы я в один день, или, например, завтра, здесь выбрин, и здесь чтобы у меня был поднят волос, как ракет такой. А-т-спуне куива, «ел е пастур-ул-мэу». А-т-спуне куива, «ел е пастур-ул-мэу». А-т-спуне, «ну-л-куноск, ну-л-куноск». Нет, я его не знаю. Мы должны представлять Господа, и даже в этом отношении. Итак, волос должен быть чистым, ухоженным и увоженным. И должен быть характеризован мужчина или женщина, то есть короткий и глиный. Окей, давайте поговорим о политике. Давайте поговорим о обуви и о высоких каблуках. М 45-кану. Хотите или нет? Да. О, семема, май, айбет? Будите любить меня? Будите ли любить меня? Как? Будите любить тебя имя? Будете ли любить его? Да? Окей, бун. 43 миллиона человек в Америке они жалуются на боли в ногах. И только 15 миллионов из них 15 миллионов из этих 45 43 они обращаются к медику. В большинстве случаев проблема с ногами у женщин. Один доктор а спуска в 15 лет когда он оперировал 87% операции были сделаны женщинами. Другой говорит 94% из 100 пациентов были женщины. Из 850 операций которые были сделаны на ноги 80% были сделаны женщинам. То есть 80% из этого числа. Высокие каблуки они повышают давление ноги на 22% на 22% увеличиваются давление. 57% на 57% давление человеческое увеличивается вниз и 70% если будет 6 см и... 3 инчи То есть, 70%, 76%. 7 см в длина каблока увеличивает на 76% вес нашего тела и давление наше. Чем выше каблок, Чем выше каблок, Чем выше каблок, Чем выше каблок, Чем сильнее искривляется наш позвоночник. И спать, лето и шея Они находятся в очень стрессовом состоянии. И поэтому страдают икры, икроножные мышцы. Смотрите, через некоторое время, когда девушки носят каблоки, у них очень развитые мышцы, икроножные мышцы. Почему же девушки носят каблоки? Почему вы носите девушки каблоки? Они достаточно высоки, то есть у них не хватает роста. Они говорят, что так нравится ребятам, мальчикам. Что происходит когда ты носишь каблоки? Загишут дико, Здесь можно внутренние мышцы, То есть они... То есть... Це вы far... И девушки дают понятие или выражаются так вот, таким вот образом? Что они более искривлены чем обычно? Более изящные. И в русской русской говорим, «Вау!» И да, ребята, мы все говорим, «Вау!» Но когда девушки спрашивают, «Вау!» Быецы говорят, «Вау!» А что говорят и в русской русской? Да, да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Слава Богу, что это было платье, потому что если бы это не было платья, она бы, если бы это была юбка, то она бы просто порвалась бы и упала с нее, но это было платье. И у нее осталось что-то на плечах. И за счет лямок, которые были на платье, она не разорвалась полностью. Она просто остановилась на одном месте. Ну, я не хочу, чтобы вы платье, что-то не разорвалась. Ну, вы говорите здесь и про как-то материал должен быть, как-то качество материалов. Здесь говорится о качестве материала, из которого шутся вещи. Но... Но... Время, чтобы мы поднимаемся в мишки из-под картофеля. То есть, без какого-либо вкуса, мы должны ли мы себя не уважать, я бы так сказал. То есть, чтобы не обращаться к себе пренебрежительно. Чтобы не смотреть на себя в зеркало. Сора Уайт комментирует и это. И особенно, Елена Уайт обращается к женам. Чтобы она не думала, что после свадьбы или после брака она не должна ухаживать за собой. Чтобы она оделалась как лижбы. А одежда должна быть скромной. Но в тот же время симпатичная. Чтобы она нашла ей эта одежда. И чтобы жена выглядела привлекательно для мужа. И она говорит, что обычно женщины ухаживают за собой и привозят себя в порядок, когда выходят из дома. Они очень красивые, когда они вне дома. И когда они возвращаются домой, они одеваются в халат. Мурдары. Грязный. Я ущерцовый мурдар. С грязным воротником. С дыхать и спалят вас. Они неухоженно идут мыть по суру. Ищут шосеты рупты. Ищут шосеты, на шии, на шии, на шии, на шии, на шии, на шии. Сурауаи спуне, что они должны быть красивее выглядят дома, неже как они выглядят на улице, когда выходят из дома. С�о-ши пастризы и грязь, чтобы они... Греутать. Сса не сграсти, ищи, ты, ну? Са-ши пастризы фрумусетое. Слезы своей фигурой. Слезы своих фигурой. Амум и и ал-мэу, не ми-л-май-я, никого. Не ма интереса. Сейчас, мы все равно уже. Можно... Посту, мананк ночь, да? Посту, мананк ночь. Можна выйти украдкой ночью в холодильник? И парни тоже самое. Я по правилам. Я не. Я не знаю. Я не знаю, что я не ошибся. Я знаю, что я ошибся. Я знаю почему я ошибся. Какая моя проблема? Я знаю почему я ошибся. Да. Когда мы кушаем, я ем свою порцию. И когда жена говорит, что я уже не могу ее дать за ней. Поэтому она виновата, не я. И я ем еще и порцию за детей. Никогда брат сказал, что он не нравится. Субтитры сделал моду. Мода проста, конечно. Субтитры сделал моду. Христианин, он жертвует временем, деньгами и силой ради этого. Сатана вдохновляет этих людей, которые создают моду, чтобы они ее делали таким образом. Сатана вдохновляет этих людей, которые создают моду, чтобы они не обеспечены только молодые люди. Порунка 7-я заповедь не только действия, которые делают наши тела нечистым, но и мысли, но и мысли, и желание. Но он также обеспечивает любую практику, которая приводит для того, чтобы они обеспечены только молодые люди. Итак, кто совершает пролюбодие? Господь наказывает его за это. Но Господь также наказывает человека, который спровоцирует его за это. Те, которые одеваются вызывающие. Это тоже самое. Или ты совершаешь пролюбодие или ты заставляешь кого-то совершить пролюбодие или провоцируешь на это. Что мы делаем, когда у нас есть какие-то сомнения относительно покупки какой-либо одежды? Мы смотрим на одежду в магазине и спрашиваем себя, купить или не купить? Мы должны себя спросить, напоминает ли мне эта одежда о призове, которую Господь сделал лично для меня? Ма дистинце, как фииндаа Луи Думнезеу. Отделяет ли она меня от того, для чего поставил меня Господь? Есть ли разница между тем, как я одеваюсь и как одевается мир? Поможет ли мне эта одежда быть более здоровым физически? Поможет ли мне эта одежда быть более здоровым морально и умственно? И чтобы сохранить моральность всех, которые меня окружают? Эта хайна, мне кажется, хорошо ли я выгляжу в этой одежде? Хорошо ли она лежит на мне? Она скромна ли она? Она чиста ли она? Она привлекает внимание к христосу. Или ко мне? Потому что здесь мы даем понять людям о Господе, приводим их понимание Господа, познание Господа. Римлянам 12, глава. Римлянам 12, глава. Римлянам 12, глава. чтобы вам познать что есть воля Божия и это есть желание Господа. Господь говорит, что я тебя приму. Буду отцом твоим. Вы будете моими детьми. Фи мои и фицы мои. Воспитание ребенка или наставление ребенка говорит, что ваша одежда говорит, либо в пользу Христа или же в пользу мира. И Иисус на Вин 24 глава 15 где говорится, что я и дом мы будем служить Господом. Я спрашиваю, а что бы мы могли выбрать сегодня? Я не хотела бы принести какие-то новые правила здесь, в Молдове. Может быть, культура вас заставит адеваться именно так, не знаю. Но я лично думаю, что я слишком далеко за шоу. Мы слишком далеко за шлей. И мы находимся в опасности, чтобы мы не делали что-то для пользы неба. И чтобы мы забыть этот призов. И вместо того, чтобы спасать людей, чтобы мы их... чтобы мы их препятствовали. Фрацилор и сурорилор, Дорогие братья и сестры, Дума нам подарил благословенную возможность и особенно возможность жить в это последнее время. Насколько грешна эта мода, так и сильная, должна быть видна разница между нами и остальными. Но, кажется так, что насколько грешна эта мода, чем больше мы становимся похожи на мир, я думаю, что нам нужна изменение, которое, фаре Иисус, это как? Посибил или неизмил? Фаре Иисус? Импосибил. Пото, мы пробовали сами по себе и не у нас не получилось. Пото, мы обосим, чтобы мы попробовали, от попыток. Поехали, что мы помним, Филиппе, 4, 13, что написано в послании Филиппица, 4 глава, 13, которое спрашивает, «Пот, тот, что все могу, в Укрепляющий меня Иисусе Христе, который меня укрепляет». Думызо, что нам помогает, что Господь поможет нам, чтобы мы не потеряли из виду, что мы являемся посланниками Господа, и что мы представляем царя царей, и Господь, царя царей, импоратулы и Господь. В то же самое время вручаю вам сказать, что не требует, чтобы вы чувствуете себя плохо, после презентации этой темы. Мы понимаем, может быть, вы не принесли другую одежду на эту лагерную, и вы не можете измениться сегодня. Мы не можем измениться сегодня. Я думаю, что вам лучше одеться хотя бы в что-либо, чем в нищто. Но я молюсь, что, когда мы будем уезжать отсюда, Господь, чтобы помог вам, чтобы вы когда зайдете в свои домики, и скажите, Господи, возьми мое сердце, потому что я сам не могу тебе его отдать. И заключите завет Господом на один день, хотя бы на один день, и скажите, Господь, сегодня я хочу одеться то, как ты этого хочешь. И говори, Господи, только сегодня. Я не обещаю, что я сделаю это завтра. Но сегодня я хочу победить это искушение моды в моей жизни. Помоги мне, Господи, чтобы и сегодня, от начала до конца этого дня, чтобы я оделся. А второй день ты можешь одеться как ты хочешь. Но после того, когда ты чувствуешь себя лучше, когда ты одевался прилично целый день, второй день ты придешь к Господу и скажешь, Господи, у меня получилось. Я смог. И я чувствую себя хорошо. Ажута-мя еще один день. Пожалуйста, помоги мне хотя бы еще один день, чтобы я смог прилично одеться. Но только еще один день. И если и в конце этого дня ты чувствуешь себя хорошо, то будет и третий день. И если тебе понравится и на третий день, ты увидишь как Господь чудесным образом может помогать тебе шаг за шагом. И как ты успеешь себя чувствуешь и ты успеешь видеть слово Господа в любом... Много раз мы обещаем Церкви и Господу, что мы изменяемся, что наша жизнь будет другая. И когда мы не делаем это, мы разочаровываемся. О, я обещал Господу, что я буду одеваться красиво, но я этого не делал. И после этого ты даже не пытаешься, чтобы не упасть вновь в этом. И я поэтому говорю вам, чтобы вы отдали сердце Господу хотя бы на один день. Если у вас получилось с грешить, не разочаровывайте. Потому что вы знаете, что есть еще один день. Но если вы предаете, что вы предаете всю жизнь Господу, и разочаровываете, у вас нет другой жизни. Но у вас есть новый день. У вас есть новый шанс для прожить так, как положено. Панда и Иисус, и Иисус, и Иисус, примеа от Господа плану на каждый день. Он не получил миссию на всю жизнь. Он знал его финансовые миссии. Но каждый утро он приходил к Господу. И Иисус подошёл его плану на каждый день. И отец давал ему плану на каждый день. И так же мы должны делать сегодня. Господь ждёт нас каждое утро. Са이 дам Луи виата наша для этого дня для того, чтобы мы отдали свою жизнь на один день Господу. Пожалуйста, попробуйте сделать это. Первый день, второй, третий И вы сможете так прожить всю жизнь И вы будете счастливы Господь да поможет нам Аминь